И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Андрей Уфимов и смотрите канал Технотерм. В этом видео мы поговорим с вами о главной характеристике при выборе газового котла для небольшой площади дома. Под небольшой площадью дома я подразумеваю дома площадью примерно до 120-130 квадратов. Чуть более года назад, наверное, я выпускал ролик, он выходил на нашем канале. Ролик был про то, как выбирать газовые котлы. Ролик собрал немало просмотров и когда я говорил про небольшие дома, я упомянул о том, что в выборе газового котла для небольших домов не принципиально максимальная мощность. Вы можете брать любой котел, любой мощность, которая вам будет комфортна. И котел будет компенсировать ваши теплопотери либо чуть более быстрее, чуть более медленнее. И при этом котел также может адаптировать мощность свою и также он располагает автоматикой. Поэтому расходовать большее количество газа вы в принципе не будете. Или будете, но эта сумма будет настолько несущественная, что она в принципе для вас будет незаметна. Но, смею заметить, я не упомянул самого главного. На какую характеристику стоит обращать внимание, если все-таки дом у вас небольшой. И ваша характеристика, если вы располагаете таким домом, на которую нужно смотреть, это как раз таки минимальная мощность котла. И если у вас небольшая площадь, тем минимальная мощность меньше у котла, тем для вас это лучше. Объясню почему. Если вы располагаете, допустим, дома площадью 80 квадратных метров, вы покупаете котел 24 киловатт, вот как, например, эта моделька, то минимальный порог мощности составляет у него 9 с копейками киловатт. То есть он всегда включается минимально на 9 с небольшим киловатт. А площадь у вас 80 квадратов. Скорее всего, 9 киловатт это уже максимально нужная вам мощность при максимальных морозах на улице. То есть, соответственно, котел будет всегда включаться на максимальную нужную вам мощность. И для него это будет минимальная мощность. Соответственно, включаясь с такой мощностью, если, допустим, на улице будет плюс 2, плюс 3, минус 5, это не самые морозы, как вы понимаете. Котел будет быстро прогревать ваше помещение и быстро отключаться. И будет это происходить постоянно. Чуть остынет, грубо говоря, обратка, котел включится, догреет и выключится. Это, как вы уже понимаете, не совсем хорошо для настенных газовых котлов, да и, в принципе, для любой техники. Такой процесс называется тактованием. Глубоко в него мы погружаться не будем. Если вы хотите изучить информацию про тактование газовых котлов, можете на ютубе также посмотреть эти ролики. Или полно, как раз таки, в интернете существует статьи, которые описывают, что это за процесс и чем он чреват. Важно, чтобы понимать, что тактование котла настенного, это не есть хорошо. И этих процессов нужно избегать. Поэтому, вот этот котел конкретно, 24 кВт для 80 квадратов, он не есть гуд. Далеко не всегда, грубо говоря, этот котел будет полезен в вашем доме. Но опять же, у этого, допустим, у такого же котла, у этой же модельки, есть моделька 14 кВт. А 14 кВт котел располагает минимальной мощностью 6 кВт. Это как раз таки допустимый диапазон. Обычно все настенные котлы имеют минимальную мощность 5-6 кВт. Вот как раз таки, эта моделька располагает минимальной мощностью 6 кВт. То есть, эта моделька будет гораздо полезнее вам в доме 14-киловаттная, ежели 24-киловаттная моделька. Почему? Поэтому, опять же, по той простой причине, что котел будет в межсезонье включаться на небольшую мощность, будет плавненько догревать ваш дом и будет выключаться. И процесс включения-выключения будет с большей периодичностью. Котел будет дольше работать и, возможно, ну, не в дольше, наверное, дольше выключенном состоянии находиться не будет. Но он, по крайней мере, будет дольше работать. И процесс включения-выключения будет происходить гораздо реже. Соответственно, техника будет изнашиваться гораздо меньше. И самое, что интересно, максимальная мощность котла, она прямо пропорциональна старту минимальной мощности. То есть, чем мощнее котел, тем у него выше порог минимальной мощности. То есть, у 24-киловаттной модели котлов минимальная мощность составляет примерно 9 с небольшим киловатт. Вот если мы берем модельку 31 киловатт, там минимальная мощность уже составляет примерно 10 с небольшим киловатт. Если мы опять же берем 14-киловаттную модельку, там порог включения 6 киловатт. Но, важно что заметить, многие производители стали немножечко хитрить, что они делают. То есть, везде сейчас существует понятие маркетинг, и производитель как раз-таки грамотно эксплуатирует эту модель. Он вам предлагает котлы мощностью 15 кВт, может 18 кВт, 14 кВт, 10 кВт, какую угодно мощность, но на самом деле, по факту, это будет являться котел мощностью стандарта 24 кВт. И у очень многих производителей есть такие решения. Что они делают? То есть, у них существует какая-то определенная модель котла, допустим, вот такая. Здесь, по сути, стоит плата, в нее вшита программа. В программе можно ограничить максимальную мощность котла. Что делает производитель? Он вам втюхивает модель 24 кВт, но при этом ограничивает максимальную ее мощность, допустим, до 14 кВт. И вы, тем самым, порог минимальной мощности включения у котла не меняется, потому что горелка, все вот эти элементы, они остаются прежними. Поэтому берете котел, допустим, 10 кВт, а порог включения у него 9 кВт. И котел работает в диапазоне от 9 до 10 кВт. Как вы понимаете, это чистой воды, ну, наверное, обман или лукаство. Но обманом это назвать нельзя, потому что производитель характеристики котла не скрывает. Просто продавцы, они об этом не любят говорить. И сейчас я вам предлагаю как раз-таки заглянуть в монитор и посмотреть как раз-таки примеры таких котлов. Что ж, давайте на нескольких модельках, реальных модельках котлов, рассмотрим как раз-таки ту характеристику, про которую я вам говорил. А вы уже в дальнейшем будете наблюдать за этой характеристикой самостоятельно при выборе котла. Будете сами ориентироваться, что вам ближе, что вам подходит, что вам не подходит. Начнем мы с модельки Ariston Keres X. Надеюсь, я ее правильно произношу. Довольно-таки популярная, недорогая модель. Мощность ее составляет 15 кВт максимальная. И давайте посмотрим характеристику минимальной мощности. Мы, похоже, находимся как раз-таки на официальном сайте Ariston. И вот у нас характеристика номинальная тепловая мощность для контура отопления. Не более, не менее. То есть, здесь вот указано как раз-таки максимально 15 кВт. А минимальная, как вы видите, составляет 11 кВт. То есть, этот котел, по сути, работает в диапазоне от 11 до 15 кВт. Что, наверное, не самая все-таки лучшая опция в котле. Да, лучшая характеристика бывает все-таки и лучше. Поэтому, как вы видите, у меня есть все подозрения, что это просто урезанная 24-киловатная моделька котла. Ее из нее сделали 15 кВт. А вот минимальный порог мощности остался все те же 11 кВт. Давайте теперь откроем паспорт как раз-таки. Это у нас Wisman VitaPen 100. Просто для примера я его тоже паспорт скачал. Давайте посмотрим. Домотаем. Вот как вы видите, газовый комбинированный котел. Я, насколько понял, я в Wisman не особо разбираюсь. Это котел как раз-таки идет двухконтурный. И у них есть моделька 12 кВт. И давайте посмотрим на минимальную тепловую нагрузку. Как раз-таки она и составляет 13,3 кВт. То есть здесь указано номинальное. Есть еще понятие фактическая мощность. А вот фактическая как раз-таки у этого котла составляет 12 кВт. То есть это котел, по сути, который никак не моделируется. Он работает в тех же 12 кВт. По сути, это скорее всего та же моделька 24 кВт, которую просто урезали до 12 кВт. И вот видите, горячую воду ей оставили всю ту же номинальную мощность. Фактическая 24 кВт, номинальная 26,2 кВт. А минимальную урезали до 12 кВт. И это, по сути, минимальный порог включения котла. То есть котел всегда включается на 12 кВт. Могу немножечко ошибаться. Я вам просто показываю это для примера. Вы все-таки более детально изучайте ту технику, которую вы собираетесь приобретать. Давайте теперь посмотрим газовые котлы Bosch. То есть популярная моделька, опять же, Bosch. Газ 6000. Мы, опять же, находимся на официальном сайте Bosch. И вот давайте, есть у них моделька 12 кВт. И вот смотрите, мы смотрим мощность котла по отоплению. Да, смотрите, минимальная мощность котла по отоплению составляет 5,4 кВт. То есть это довольно-таки хорошая характеристика. И вот есть у него моделька 12 кВт, смотрите. И есть моделька 18 кВт. То есть, по сути, видите, характеристика стартовая одна и та же. То есть, похоже, 12 кВт котел это просто урезанная 18 кВт моделька. То есть, видите, как раз-таки Bosch вполне себе можно рассматривать для небольших площадей. Это, опять же, в качестве примера. Теперь давайте посмотрим наши такие вот популярные котлы корейские уже на Вьены. Мы рассматриваем модельку Deluxe S. Давайте посмотрим, какая у нее характеристика минимальной мощности. Смотрите, у них есть 13 кВт котел, 16 кВт, 20 кВт, 24 кВт. И смотрим как раз-таки. Вот видите, уже как раз-таки мы видим, что вес, все характеристики у котла, вот особенно вес, он одинаковый, вне зависимости от мощности котла. То есть, я, скорее всего, думаю, что это, опять же, просто 24 кВт котел. Его урезали до 20, до 16, до 13. Ну, давайте смотреть. Опять же, смотрим. Минимальная мощность котла 8 кВт, 8 кВт, 8, 8. И уже 35 кВт модельки минимальная мощность 12 кВт. То есть, это как раз-таки то, о чем я вам говорил. То есть, по сути, 13 кВт модель, это урезанная 24 кВт модель. И вы с тем же успехом можете брать котел Navien Deluxe S, мощностью 24 кВт, а потом просто программно ограничить его максимальную мощность. То есть, надеюсь, вы поняли, на какую характеристику нужно смотреть. То есть, существует большое количество моделей котлов. Вот некоторые модельки, они просто урезаются с максимальной, да, такой ходовой модели. Ходовые модели, это все примерно 24 кВт. И из них делаются более ограниченные модели в 20 кВт, 16 кВт, 13 кВт. И все зависит от производителя. То есть, вы видите, у Wisman 12 кВт, у Bosch те же 12 кВт, у Aristo на 15 кВт. Но, как вы понимаете, существует множество других марок. В принципе, вот это я вам хотел показать. Что еще нужно заметить при покупке газового котла? Если вы берете котел с двухконтурной, с горячей водой, то, конечно, в любом случае вам надо рассматривать модельку 24 кВт минимум. Именно при этой мощности, грубо говоря, котел выдает нужное количество горячей воды в минуту. То есть, это примерно 12 с небольшим литров. Соответственно, этого количества воды вполне себе достаточно для того, чтобы мыться в душе. И опять же, отдельно как-то там мыть посуду. Одновременно, скорее всего, воды будет не хватать. Но вот на одну точку полноценную вам воды будет достаточно. Поэтому, если у вас даже дом 80 квадратов, то вам надо рассматривать модельки котлов мощностью 24 кВт. И что я вам еще не сказал. То есть, опять же, как я говорил, если вы берете котел, у которого тупо урезали мощность, то ничто вам не мешает купить котел такой же, только мощностью стандартной его 24 кВт, допустим. Ну, это конкретно вот у этих моделей котлов. Вы можете купить также котел стандартной его мощности, но при этом также программно ограничить его максимальную мощность. Все современные модели котлов умеют это делать. То есть, если у вас, допустим, вы не хотите, чтобы котел уходил там на максимальную свою мощность, вы можете просто ограничить эту мощность максимальную, и котел выше нее подниматься не будет. Как вы поняли, в принципе, в разнице никакой нет, что вы берете урезанный котел, что вы берете полноценный котел и ограничите в нем мощность. А цена, по сути, она сохраняется примерно одинаковая. Производитель, конечно, чуть делает ниже стоимость урезанных котлов, но по факту это один и тот же котел, как я уже сказал В принципе, это все То есть, что мы подытожим? Если у вас небольшая площадь дома, в первую очередь обращайте внимание на показатель минимальной мощности Для вас он будет самой актуальной характеристикой при выборе газового котла В принципе, на этом все Надеюсь, это видео было для вас полезным Если сейчас вы выбираете котел, обращайте внимание именно на вот эти показатели Само собой, у газовых котлов есть куча еще других показателей И в принципе, они стандартны уже для всех моделей, для любой мощности Это можно посмотреть опять же в отдельном видео, можно почитать отдельные материалы В этом видео моей задачей было как раз таки объяснить главный критерий, на который стоит обращать внимание при покупке котла для небольшой площади Вот и в принципе все Спасибо, что досмотрели это видео до конца Меня зовут Андрей Уфимов, канал Технотерм Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали Рядом с кнопкой подписки под этим видео нажмите на колокольчик Тогда вы будете получать информацию о выходе наших новых видеороликов И всегда будете в курсе последних событий А если какие-то есть вопросы, пишите их в комментариях Опять же, интересно ваше мнение по выбору газовых котлов в комментариях Также их обязательно оставляйте Всего вам доброго, до новых встреч Не забывайте ставить большие пальцы вверх И до следующих видео С вами был Андрей Уфимов, канал Технотерм Субтитры сделал DimaTorzok